Добрый день, Ирина. Очень часто психологами, и не только, говорится, что нужно любить, уважать и ценить себя. Без этого человек не сможет уважать, любить и ценить других. Как научиться уважать и любить себя? Где грань между эгоизмом и любовью к себе? Эгоизм – это когда я сижу на кресле, на газану, говорю так, мне все должны, потому что я такая замечательная. Уважение к себе, когда я ставлю задачку, выполняю действия, получаю результат, и обязательно этим результатом делюсь с окружающими, с близкими, со знакомыми, менее близкими людьми. Получая от человека знания, он обязательно их перерабатывает, получает собственный опыт и отдает. Вот это изначально любовь к себе, потому что уровень развития повышает широту сознания, понимание происходящих процессов вокруг себя и внутри в том числе. Что такое гармония, когда мое внутреннее восприятие, мое внутреннее понимание всегда во внешнем плане встречает позитивную оценку. Условно, ко мне идут люди, я занимаюсь любимым делом, но при том, при сём я понимаю, что для того, чтобы жить хорошо в материальном плане, мне нужно достаточно времени посвящать работе. Совсем просто нужно совместить две противоположности из расчёта целостности. Нет плохого хорошего. Эгоизм – это когда я внутри понимаю, что несостоятелен, но в силу агрессивности, привычки защищаться, я начинаю ставить себя выше других и получать их. Но неполученный опыт, нет внутреннего состояния равновешенности, и мое получение всегда встречает ту же агрессию, потому что мы начинаем друг от друга защищаться. Когда человек обращается, я ли, кто ли другой, неважно, кто первый начинает, происходит взаимодействие, обязательно нужно учиться слышать. Если вы чего-то боитесь или не знаете, а знать всего невозможно, это замечательно, то позволяйте себе на равных разговаривать. Мы все равны по сути. Единственное, имеем разные инструментарии воздействия. Кто-то манипулирует, кто-то защищается, кто-то сопротивляется. Задача любого человека, уравновешенного, уважающего себя, понимать, когда на меня кричат, я понимаю, что человеку страшно. Я не буду отвечать на него криком, не буду с ним ругаться и драться. Если это близкий человек, и мне дорог он по сути, и мне важно, какого у него состояния, я сначала послушаю его крика, а потом скажу, ты мне скажи, пожалуйста, почему тебе плохо? И в этом случае я не буду унижаться, или не буду прогибаться. Я понимаю происходящие процессы. Вот любящий себя человек никогда не участвует в отрицательной ситуации для того, чтобы утвердиться за счет нее, потому что я сильный, а кто-то слабый. Уважающий себя человек, любящий себя, он понимает, что все мои эмоции, это моя жизненная сила. Зачем же я буду плохо выглядеть, получу кучу морщин и вообще бессонную ночь? Зачем? Я лучше поучусь, посмотрю, почему люди поступают так. И не будет реакции, а будет действия. А действия всегда результативна. И тогда не будет оценок, плохо или хорошо. А будет состояние понимания. И никто меня дергать не будет, и вас в том числе. Когда вы будете понимать, если подружка приходит, чтобы вылить на вас свой негатив, но при том, при всем делать ничего не хочет, то в следующий раз скажите, вы знаете, хорошая моя золотая, правда нет времени. Не обижая ее, вы потихонечку отстранитесь, потому что ваша подружка не очень хотела бы заниматься собой. А все бегает и ждет, кто ее пожалеет. Только это ваш будет выбор. Жалеть, тратить на это время силы, бесперспективно, безрезультативно. Или все-таки оставить ее в покое, а она в свое время оставляет вас в покое. Вот уважение к себе. Вы не растрачиваете себя попуст. Все просто. А это не глаза красть, короткую юбку одевать, нет. Любовь к себе – это понимание происходящего внутри и снаружи.